Еще раз приветствуем всех вас, дорогие братья и сестры, все, кто посетили нас в этот вечер. Очень приятно, что Господь позволил нам переступить порог 2015 года, и сегодня мы по милости Божьей вместе. Еще раз поздравляю вас с Новым годом и с первой субботой в этом году. Пусть Господь благословит, что все наши планы, намерения, они могли исполниться, если они согласованы с волей Божьей. Однажды один профессор философии взял большую стеклянную банку и наполнил ее камнями и закрыл. Он спросил студентов, ну что, банка полная? Да, закричали все, полная. Тогда он взял горох, баночку гороха и высыпал в эту банку. Горох просочился еще туда, меж камней больших. Он говорит, ну что, банка полная? Да, полная. Тогда он достал песок и высыпал песок туда. И песок заполнил абсолютно все. Он закрыл банку и говорит, ну что, полная? Да, сейчас уже точно полная. Тогда он открыл банку, достал воды и налил воды туда. И наполнилась банка полностью до отказа. Эта банка символизирует нашу жизнь. А все, что наполняет ее, это вещи, из которых состоит наша жизнь. Камни – это главное, это главное, что есть в нашей жизни. Это большие вещи, на которых мы должны созритачивать наше внимание. Это общение с Богом, это семья, это наша миссия. Горох – это то, что уже мельче, то, что менее значущее. Песок – это вообще мелочи. А вода – это повседневные заботы, которые наполняют нашу жизнь. И вот думаем, чем мы заполняем нашу жизнь – главным, второстепенным или мелочами. Хочется, чтобы пятнадцатый год был действительно для нас значимым годом возрождения, годом перемен и годом новых началов. И чтобы наша жизнь была наполнена чем-то важным. Но хочу сказать, что как в четырнадцатом году, так и в пятнадцатом, больших изменений не будет. По одной простой причине – мы остаемся жить на этой земле. Поэтому трудности, переживания, какие-то испытания, они всегда будут сопровождать нас в протяжении нашей жизни. Наша тема сегодня называется «Я продолжаю стоять». Интересно, что это название, оно соответствует нашей жизни. Оно соответствует нашей жизни. Хочу сказать, что когда мы будем оглядываться вокруг нас, мы увидим, что у соседа испытаний намного меньше, чем у нас. И зададим себе вопрос, почему же у него меньше, почему ему вообще так все хорошо, даже он в Бога не верит, но у него все лучше, чем у меня. И будем думать очень часто, что у кого-то их меньше, а у нас больше. На нашу семью, на меня лично, на моих детей больше испытаний, чем на другого. Вы знаете, и вот, чтобы ответить на эти вопросы, Иисус написал в Евангелии одну интересную притчу. Она очень хорошо иллюстрирует жизнь двух категорий, двух классов людей. Эта притча записана в Евангелии от Матфея, 7 глава, 27 текст. Евангелие от Матфея, 7 глава, 27 текст и ниже. Написано следующее в этой притче. Итак, с 24 возьмем. С 24 текста. Итак, всякого, кто слушает слова Мои, сии, и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. «Всякий, кто слушает слова сии Мои, и не исполняет их, уподобится мужу или человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Интересно, друзья, что в жизни нашей и в жизни окружающих людей, которые не верят в Бога, абсолютно одинаковые испытания. И ветры дуют, и дождь идет, и ураганы, и смерчи, и болезни, и переживания, и удачи, и неудачи, абсолютно одинаковые. Тогда мы можем задать вопрос, ну какая же тогда разница между людьми верующими и нет? Между людьми, исполняющими заповеди Божьи, и нет? Какая же разница? Если тем и тем испытания, и все одинаково, и дождь падает на тех и на других. Хочу сказать, что это еще не конец. Важно, что будет в конце. Слово Божье говорит, что налегли на дом тот, и он не упал. Почему основан был на камне? Когда мы базируем, потому что камень символизируется Иисусом Христом в Евангелии. Когда мы базируем или основываем нашу жизнь на Господе, какие бы трудности не встречались в нашей жизни. Болезни, ураганы, плохие диагнозы от врачей. Или, может быть, кто-то в жизни оставил нас, дорогой или близкий человек. Помните, главное, что нас не оставил самый дорогой. Это наш Господь Бог. Самое главное, что если наша вера основана на Иисусе, если наша жизнь основана на Иисусе, написано, он устоит. Как бы ни было сложно, какие бы ветры ни дули. Вы знаете, что сильными деревьями считаются дерево дуб, акация и многие другие. Но вы знаете, что когда дуют ураганы или смерчи, они все лежат на земле. Они с корнем вырваны. И есть только одно дерево, которое никогда не ломается при ветрах и ураганах. Это пальма. Это пальма, друзья. И в Слове Божьем, когда мы прочитываем Псалом 91, стих 13, Псалом 91, текст 13, написано, что праведник цветет, как пальма. Как бы ни было, как бы трудно ни было, какие бы ни были ураганы, какие бы ни были смерчи, какие бы ни были потери, какие бы ни были финансовые трудности, если даже на каком-то этапе жизни мы упали вниз, или финансово, или здоровье, или еще что-то. Помните, это временно. Потому что показывает, что когда сильные ветры и ураганы, пальма гнется почти до земли. Но как только это все заканчивается, она опять поднимается вверх. Поэтому Господь Иисус, Он приводит в пример это дерево и сравнивает с праведником. Он говорит, что праведник, он как пальма. Во дворах Господних. Помните, победителем остается тот, кто верит в обетование Господне. Обетование Господне звучит, что праведник, он будет всегда вознагражден. Я просматривал жизнь Иова еще раз и наткнулся на один текст, который он написал. Мне очень он понравился. Конечно, я не знаю, откуда у Иова сколько духу было и силы, но вот он написал такие слова. 13 глава книги Иова, 15 текст. 13 глава, 15 текст. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед лицом его. А он здесь написан с большой буквы, если вы заметили, да? То есть он говорит, Господь Бог как будто бы убивает меня. Вот допустил вот такие вот трудности в моей жизни, но я я остаюсь верным. Друзья мои, интересно, когда нас испытывает, скажем так, человек, когда нас испытывают обстоятельства, когда трудности падают на нашу жизнь, скажем, со стороны обстоятельств жизни, мы тогда обращаемся к Господу, верно? Но скажите, как быть, когда со стороны Господа такое происходит? Кому тогда обращаться? И вот Иов, он очень хорошо отвечает, и он говорит, но я и тогда буду надеяться. Представляете, какая сильная вера. Ураганы, смерчи, все проходит в его жизни. Он лишается самого-самого дорогого. Это дети, это семья его, это все, что было, скажем так, благословением для него считалось, авторитет его, здоровье его, все, ничего не осталось. Он говорит, а я буду надеяться. Скажите, пожалуйста, подходит ли название проповеди ему, я продолжаю стоять? как бы ни было, как бы ни было, друзья, мы должны продолжать стоять. Как бы ни было сложно в жизни. Почему? Потому что, если что-то происходит, помните, это только временно. Потому что после этого Иов получил огромные благословения, огромные благословения, и все возвратилось во много раз больше. Это вера, друзья. Она всегда вознаграждается. Только по одной причине. Потому что дом построен на камне. Дом построен на камне. Мы можем строить одинаковые дома. Мы можем строить одинаковые замки. Мы можем одинаково работать, одинаково зарабатывать. Одинаково будет все. Только результаты будут разные. Человек, надеющийся на человека или на себя, и человек, имеющий основанием Господа. Имеющий основанием Господа, написано, он выходит победителем. Камень устоял. Камень, он Господь. Он дает силы устоять всем. И интересно, в послании к римлянам, написано в 8 главе, 35 текстом, 8.35 римлянам, Слово Божие говорит, что нас может отлучить от любви Господней. И он перечисляет. Помните? Что вы запомнили? Высота, глубина. Высота, глубина, дальше. Что там еще? Ни смерть, ни гонения, ни болезни. Вообще, друзья мои, абсолютно ничто не может нас отлучить от любви Господней. Вы замечаете? Почему? Когда наше основание есть Господь, мы продолжаем стоять. Интересная ситуация была в жизни Давида. Я исследовал на этой неделе Слово Божье и нашел один интересный момент из жизни Давида. Очень тяжелый момент. Очень. Я просто думаю, сколько надо было иметь веры и самообладания в этот момент. Книга Царств, 1 глава. 30 глава. Книга, 1 книга Царств, 30 глава. 1 царств, 30 глава, с 1 текста. На третий день после того, как Давид и его люди пошли в Сикелак, Амалики и Тиане напали с юга на Сикелак и взяли Сикелак и сожгли его огнем. Интересно. Где был Давид? Давид со своими отборными мужьями вместе, представьте себе, царь как руководитель, он вместе с народом стоит на границах государства, на границах города, на границах территории, охраняет границы Израиля. Но написано, с юга нападают филистимляне. И что делают? Амалики тяне, вернее. Написано второй текст. А женщины, всех бывших в нем от малого до большого, не умертвели, но взяли в плен. Еще что. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ с ним бывший вопль и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Представьте, Давид, он вместе с воинами выполняли, скажем так, обязанности свои, то, что должны были выполнять, как военные люди на границах и смотрят, дым идет. Приближается к городу, смотрят, дым идет, большой дым. И, оказывается, вороги напали. И мало того, дальше, когда мы прочитываем дальше, написано, что пятый текст говорит, взяты были в плен обе жены его. И дальше написано, что Давид так сильно был смущен, что даже написано, что народ хотел побить его камнями. Представляете, как тяжело было Давиду. Ну, мне нравится седьмой текст. Но Давид укрепился надеждой на Бога своего и сказал Давид Авиафану, священнику, сыну Ахмелтону, принеси мне Ефот. И принес Авенофар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчища и догоню ли я их? И сказано ему было, преследуй, догонишь и отнимешь. Интересно, друзья, как важно, как важно не размазаться в данный момент, когда тебе трудно не опустить руки и не сказать все кончено. Как важно, как Давид говорит, укрепился надеждою на кого? На армию, на оружие, на Господа. Он обращается к Господу и говорит, Господи, скажи, что делать? И Господь говорит, иди, будешь иметь успех. Друзья мои, когда нам в жизни трудно, когда кажется, что все кончено, когда кажется, все ресурсы исчерпаны, когда кажется, что хуже не бывает, помните, есть единственная надежда, это Господь. И тогда, когда Давид обращается к Господу, я не буду перечитывать всю историю, но прочитаю немного ниже, где написано 17-й текст. «И поражал их Давид от сумерок до вечера другого дня, и никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюда и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне. И обеих жен своих отнял Давид, и не пропало у них ничего, ни малого, ни большого. Ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. Зачем это нужно было, скажите? Зачем этот стресс нужен человеку? Друзья мои, чем больше в нашей жизни испытаний и трудностей мы проходим, тем мы больше набираемся опыта. тем мы становимся крепче и более закаленными людьми. И как важно, чтобы эти трудности, которые мы проходим в нашей жизни, чтобы мы проходили именно с Богом. Я верю, что если бы Давид не был с Господом, он бы проиграл эту войну. Он бы сдался, он просто бы проиграл. интересно, что Давид не просто хвостливый человек, который мог бы потом сказать, ну что, друзья, дали мы им жару, да? Он не так делает. Написано, что когда они уже подходили домой, тогда 22 текст говорит, злые люди, негодные, которые ходили с Давидом, начали говорить, а за то, что они не ходили с нами, мы не дадим им ничего из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей. Ну не все пошли, правда, на войну. Кто-то остался дома, но всегда найдутся люди, которые будут вас подговаривать. Знаешь, ты ничего ему не давай, ты ему не помогай, ты ему не подсказывай, так ему и надо, он не поддерживал тебя. Но Давид, он становится выше всего этого и говорит следующее, 23 текст, но Давид сказал, не делайте так, братья мои. После всего, как Господь дал нам это и сохранил нас и придал в руки наши полчища превосходнейшее против нас, которое сильнее было намного, написано, что это было благородно. Это было благородно, друзья. со стороны Давида. Вот такой вот подступок. Сколько он пережил, сколько было трудностей, и в конце концов, после вот этих всех больших войн, побед, он абсолютно не теряет самообладание, даже в этот момент. Когда ему говорят, вот этим давать не будем, он говорит, братья мои, так не делайте, дайте им. Ведь это Бог нас благословил. Друзья мои, это пример того, что человек остался стоять. Он остался стоять, как воин Господний. Неважно, какие бури, какие ураганы были. Представьте себе, он лишается абсолютно всего. Он лишается детей, он лишается жен, он лишается дома, он лишается имущества, всего лишается. Вы представляете себе, воины, мужики, сильные, стоят и рыдают. Рыдают столько, сколько было сил рыдать. Потом уже просто выдохлись. Представляете, какая досада была, как тяжело было, как трудно было все это пережить. И один человек, всего-навсего один, Давид, говорит, хватит. Хватит. У нас есть тот, к которому можем обратиться. Друзья мои, так должно быть в нашей жизни. Не важно, какой вы диагноз от врача получили. Не важно, потеряли вы работу или нет. Не важно, сколько в этом году вы потеряли. Не важно, сколько вы нашли. Помните, есть тот, который может компенсировать абсолютно все и дать еще больше. Самое главное, чтобы мы остались стоять на камне. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Наш Господь, мы очень благодарны Тебе за этот вечер, за благословения Твои, за то, что Господь в нашей жизни бывают разные дни, разные испытания, разные ситуации. Помоги нам никогда не потерять Тебя из виду, чтобы ничто не ослепило нас, Господь, ни богатства, ни разочарования, ни трудности, ни успех. Господи, помоги нам помнить, что Ты есть Тот, от Которого зависит наше благополучие в жизни. Благослови, пожалуйста, нас и на дальнейшее время. Благослови нас на наступивший пятнадцатый год, каждого, стоящего в этом зале, и всю нашу церковь, кого нет сегодня. Пусть каждый из нас останется стоять на камне, на Тебе, Господь, чтобы не было в жизни. Помоги нам полностью доверять Тебе, во имя Господа Иисуса. Аминь.